МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории России накоплено 100 миллиардов тонн отходов, и их масса ежегодно увеличивается более чем на 5 миллиардов тонн. В атмосферный воздух продолжает ежегодно поступать 32 тысячи тонн вредных веществ, а количество загрязняющих сточных вод с предприятий измеряется десятками миллионов кубических метров. Выход из сложившейся ситуации видится один – обеспечить эффективную модернизацию системы государственного управления в области охраны окружающей среды, последовательно совершенствуя природоохранное и смежное с ним законодательство. Следует отметить, что первые успешные шаги в этом направлении нам удалось уже сделать. Приняв в 2014 году фундаментальные изменения федеральный закон об охране окружающей среды и федеральный закон об отходах производства и потребления, а именно в корне изменив подходы к экологическому нормированию, создав прочную законодательную основу внедрения наилучших доступных технологий, определив новые принципы функционирования системы обращения с отходами, мы заложили прочный фундамент для устойчивого развития абсолютного большинства отраслей экономики при одновременном снижении негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. Вместе с тем, острота, доведенной до состояния кризиса ситуации, определяет необходимость дальнейших активных шагов. В этой связи хочу сказать о экологических проблемах, поиск решения которых не терпит отлагательств. Первые и наиболее серьезные с точки зрения тяжести последствий считаю правильным назвать проблему массовой гибели пчел. Ни для кого не секрет, что пчелы являются самой многочисленной группой опылителей в экосистемах, связанных с цветами. Кроме того, одновременно с выполнением этой важной экологической функции, пчелы играют немаловажную роль в медицине и обеспечении продовольственной безопасности, поскольку являются единственным источником получения меда, прополиса, пыльцы, пчелиного воска и маточного молочка. Вместе с тем, в последние годы в России, как и во многих других странах мира, наблюдается явление массовой гибели пчел и исчезновения пчел. Специалисты по всему миру сходятся во мнении, что причиной массовой гибели пчел является ухудшение качества окружающей среды, а также отравление пестицидами, получающими сегодня все более широкое применение в сельском хозяйстве. Сегодня в России ситуация такова, что игнорирование этой проблемы, промедление в принятии решительных мер, направленных не только на сохранение, но также на обеспечение устойчивого роста популяции пчел, в среднесрочной перспективе приведет к экологической катастрофе, сопряженной с исчезновением большинства цветочных растений, лишившихся опылителей. Данную проблему мы детально изучили на состоявшемся в рамках работы Высшего экологического совета нашего комитета заседании круглого стола, участие в котором приняли ведущие ученые, представители крупнейших в России союза пчеловодов, представители уполномоченных органов государственной власти, эксперты практики. Участники заседания единогласно поддержали инициативу скорейшего принятия проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, который был внесен недавно нами в Государственную Думу. Второй, не менее тяжелый с точки зрения последствий, сегодня выступает проблема борьбы с лесными пожарами. И текущее положение дел в Забайкале является ярким тому подтверждением. Лесные пожары сегодня одна из главных проблем лесного хозяйства в Российской Федерации. И при этом каждый лесной пожар сопряжен с нанесением значительного вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, причинением ущерба экономике Российской Федерации. Согласно данным только официальной статистики, ежегодно в России регистрируется от 10 до 32 тысяч лесных пожаров. Огнем ежегодно охватываются площади от полумиллиона до 3,7 миллионов гектар. Количество погибших ежегодно исчисляется сотнями, а пострадавших – тысячами. Кроме того, средний размер экономического ущерба от лесных пожаров сегодня составляет 20 миллиардов рублей, из которых четверть приходится на ущерб лесному хозяйству в виде потерь древесины. Причины возникновения лесных пожаров – это 80% связанные с деятельностью человека. При этом 70% всех лесных пожаров возникают в связи с неосторожным обращением с огнем. ЦИОМ провел исследование, и оно показало, что каждый второй россиянин видит причиной лесных пожаров беспечное поведение самих людей, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Очевидным представляется факт, что сегодня уровень, установленный в Административном кодексе ответственности, не обеспечивает должной эффективности предупреждения соответствующих нарушений и нуждается в корректировке. Поэтому соответствующий законопроект был внесен нами в Государственную Думу, и, принимая во внимание актуальность вопроса, а также приближающийся и нарастающий пожароопасный сезон, затягивать с рассмотрением этого вопроса недопустимо. Также актуальной проблемой, сопряженной с нанесением значительного вреда здоровью граждан в окружающей среде, связанной с ростом популярности жидкостей для розжига костров, а также в зимний период широким применением автомобильных стеклоочищающих жидкостей, является увеличение количества случаев обнаружения в составе названной продукции метилового спирта. Напомню, метиловый спирт – это сильнодействующий яд, обладающий направленным действием на нервную сосудистую систему. Он может вызывать острые отравления со смертельным исходом. Нахождение этого вещества в составе жидкости для розжига угля сопряжено с поступлением в воздух значительного количества ядовитых испарений. Кроме того, пища, приготовленная на костре разожженным метиловым спиртом, будет загрязнена продуктами горения этого яда. При производстве жидкостей для розжига угля и автомобильных стеклоочистителей метиловый спирт применяется недобросовестными участниками рынка в целях удешевления себестоимости продукта. Принимая во внимание факт, что в стране сегодня зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей, становится очевидным масштабы проблемы. Поэтому целесообразным видится ужесточение ответственности, предусмотренной статьей 234 УК РФ, увеличив размеры наказаний за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Законопроект, концепцию которого в полной мере соответствует сказанному, был вчера внесен вновь в Государственную Думу. Убежден, что предложенные изменения законодательства позволят повысить эффективность предупреждения соответствующих преступлений. В заключение хочу сказать, что в законодательстве все еще сохраняется большое количество проблем и коллизий, допускающих совершение подчас чудовищных действий. Приведу всего один пример. Ту чрезвычайную ситуацию, которая произошла весной текущего года в городе Мурманск, когда в городе выпал в прямом смысле черный снег и случившееся стало поводом моего обращения в органы прокуратуры, после чего причина была выяснена, виновником оказался торговый порт, в котором осуществлялась перевалка угля открытым образом. Отсутствие каких-либо защитных инженерных сооружений и установок в сочетании с несублюдением требований ограничения работы в период неблагоприятных метеорологических условий привело к тому, что облако пыли, угольной пыли накрыло город. Надо сказать, что лично видел своими глазами, как мамы своих детей вынуждены водить гулять на другой конец города, потому что детские площадки там были все черные. И сегодня там, конечно, когда растаял снег, черные листья, черные подоконники, автолюбители не могут в светлой одежде сесть внутрь машины на сиденье, потому что пыль проникает и, собственно, в автомобиль. И несмотря на то, что по итогам рассмотрения моего обращения в целях устранения допущенных нарушений Северо-Западной транспортной прокуратуры выдано соответствующее предписание, а Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление в суд, все-таки риск подобного инцидента может еще сохраняться. Данная проблема, очевидно, требует законодательного установления, то есть законодательного запрета открытой перевалки угля. Ну и завершая, хочу сказать, что мы правильно в целом двигаемся в том направлении, объективно подходя к рассмотрению законодательных инициатив, и хочется выразить надежду, что мы шаг за шагом сформируем в России прочный правовой барьер, эффективно сохраняющий природу нашей Родины в интересах нашего и будущего поколений.